Как подрезать крылья индюкам? Правильное название этой птицы – домашняя дейка. Самец называется индюк, отсюда пошло разговорное название – самочки индюшка, птенца, индюшонок. Дейку индейку одомашнили коренные жители Америки-ацтеки задолго до появления на их земле европейцев, которые в 16 веке завезли эту красивую и мощную птицу с великолепным диетическим мясом в Испанию. Оттуда она расселилась по фермам по всей Европе. Птицы – это из класса курообразных. Да-да, они прямые родственники обычным курам и ранее в России назывались индейскими или испанскими курами. Породы индюков, склонные к полету. В современной классификации насчитывается более 30 пород домашних индейок, различного веса и направления разведения – яичные. Мясо-яичные, мясные породы – так называемые бройлеры. Как подрезать крылья индюкам наибольшим спросом на подворьях? Россиян пользуются несколько пород – бронзовый широкогрудый, белая – московская. Белые широкогрудые – так называемые «биги-кроссы», выведенные англичанами с маркировкой «Биг-6», «Биг-8», «Биг-9». Самым крупным в мире считается «Биг-8» номером 6 индюки этого кросса во взрослом возрасте вполне могут достигать 40 килограммов. И вот теперь возникает закономерный вопрос – может ли летать и перелетать забор птичкой с таким огромным весом? Оказывается, может, да еще как. Взрослые индюки способны лететь со скоростью более 20 километров в час. Ну, конечно, на юг зимовать они не улетят, но перелететь с разбега через двухметровый забор в поисках более зеленой и вкусной дровы. Или взлететь на ветку дерева, чтобы полакомиться фруктами этой птички вполне по силам. А заодно перекопать и вытоптать грядки в хозяйском или соседском огороде. Это важно. По отзывам фермеров совсем не летают только индюки породы белой широкогруды. Все остальные породы потребуют от хозяев ответа на вопрос, что делать, чтобы индюки не летали. И принятие срочных мер по ограничению свободы домашних птиц в избежании конфликтов с соседями и безопасности самой птицы. Иначе, покинув отведенную ей территорию, индюшка вполне может погибнуть под колесами автомобиля или быть разорвана собаками. Летящий индюк методы ограничения свободы индюков. Способов ограничения свободы индюков несколько. Нарастить высоту ограждения прогулочного вольера до 2-2,5 метров и затянуть вверх сеткой. Это необходимо сделать, чтобы птица не могла покинуть пределов вольера. Спутать крылья. Операция эта не так уж сложна, но требует некоторого опыта и внимания. Для этого перевязывают широкой плоской тесьмой основание крыльев у птицы, пропуская тесьму под животом. Перевязывать нужно осторожно, чтобы не передавить суставы и при этом птица не могла расправить крылья и совершать ими маховые движения. Прижечь суточным индюшатом первый сустав на крылышках. Операция проводится раскаленной стальной пластинкой и выполнить ее может ветеринар или человек с опытом, попробовавший сделать это. Под руководством профессионала, крылышко быстро заживет и птица навсегда потеряет способность летать. Самый простой и правильный способ, не вызывающий у птицы стресса, обрезка ножницами на несколько сантиметров маховых перьев на крыльях и хвосте, лишение индюков возможности опираться на воздух при взлете. Подрезание крыльев у индюков. Как подрезать крылья индюкам правильно, чтобы они не летали? Собственно говоря, обрезаться птица будут не сами крылья, а маховые перья на них. Обрезка производится на половину или две трети пера, чтобы не травмировать индюка болезненными ощущениями. Осуществлять эту операцию нужно вдвоем, так как птица крупная, мощная и одному справиться с ней будет нелегко. В кормушку необходимо засыпать зерно, это отвлечет птицу и сделает ее поимку боль легкой. Внимание! Если пойманная птица активно сопротивляется, то самое простое действие – накинуть ей на голову мешок. Ограничение зрения вынудит индюка успокоиться. Схема обрезки перьев. Один человек зажимает птицу в ногах, руками удерживая ее на месте и не давая возможности клюнуть. А помощник расправляет крыло в сторону и срезает перья секатором или большими ножницами. После этого проводится такое же действие со вторым крылом. Делать все нужно быстро и четко, так как затягивание процесса ведет к получению птиц и серьезного стресса. Етапы обрезки. Проводить подрезание лучше всего в несколько этапов. Первым этапом рекомендуется подрезать второстепенные маховые перья на обоих крыльях. Эти перья опираются на кости предплечья и отличаются меньшим размером относительно основных маховых перьев. Основные маховые перья опираются на кости и кисти крыла. После этого нужно понаблюдать несколько дней, возможно индюки с такой обрезкой уже не будут летать, а сохраненные основные маховые. Перья сделают обрезку незаметной и позволят сохранить декоративный внешний вид. Если индюки продолжают перелетать ограждение, придется пожертвовать красивым внешним видом и провести обрезку основных маховых перьев на одном крыле. Это создаст разбалансировку в фазе полета. Индюки просто не смогут летать, потому что законы физики еще никто не отменял. Важно! Можно ли индюкам обрезать крылья часто? Нет, нельзя. Подрезка производится в возрасте 16 недель и повторяется не чаще одного раза в год после смены подрезанных маховых перьев на новые. Еще один интересный вопрос – как высоко взлетают месячные индюшата и можно ли обрезать им крылья? Месячные индюшата не летают, а прыгают с разбега, их крылья не приспособлены к полету, так как на них еще не отросло полноценное маховое перо. А подрезать по-живому – это значит рисковать вызвать кровотечение, которое вполне может привести к гибели индюшонка. Обрезка маховых перьев на крыльях индюков представляется делом сложным и хлопотным только тому, кто этого ни разу не делал. При некотором навыке процесс занимает считанные минуты. Соответственно, фермер может провести процедуру самостоятельно, в домашних условиях. Преимущество данного вида ограничения полетов неоспоримо – птица не получает физических травм, влияющих на ее здоровье и получает возможность пастись на выгуле, набирая дополнительный вес.